Буквально за день до съемок получил просто потрясающее. Нет. Письмо от учителя. В одной из школ Красноярска директор попросила преподавателя объяснить мальчику на уроке ОБЖ, повторю, на уроке, что он решил покрасить волосы, потому что у него в организме слишком много женских гормонов. Госпожа директор, вы с башкой дружите? Простите меня за мой французский. Просто интересно. А потом, когда подростка начнут травить сверстники, а они начнут после такой лекции преподавателя, не забудьте удивленно развести ручками. Но мы же проводили классный час о дружбе. Не знаю, кто буллинг спровоцировал. Со своей стороны школа сделала все от себя зависящее. Вот это точно. Привет, просветители. Согласитесь, хорошо жить в мире победившей толерантности. Правда, нам-то откуда знать. Заходишь на ролик очередного мамкиного борцуна со злыми фемками и прочей шушерой. И просто диву даешься. Как хорошо всем живется. Ну, в жиру бесится. Все уже давно равны. Всем наплевать на твой пол, ориентацию, внешний вид. Живи не хочу. Но им все мало. Проклятые меньшинства и сочувствующие продолжают ущемлять нормальных людей. Вы лицо Элой из последнего трейлера Horizon видели? Да никто к вам не лезет. У вас и так уже прав больше, чем у остальных. Пишет очередной специалист из Екатеринбурга. А потом выключаешь ролик, выходишь из интернета, где кругом все тебя несчастного традиционного человека унижают. Смотришь по сторонам и такой Я все еще в России. А вот и новости подоспели. В Питере двое мужчин избили 16-летнего парня из-за сережки в ухе. Следователь по делу попросил денег, чтобы все было по закону, заявила сестра парня. Избили из-за сережки в ухе. У меня все. На самом деле даже не знаешь, чему удивляться. Хотя по факту я вообще не удивлен. Тому, что сережка может стать поводом для нападения. Сережка. Или тому, что нужно кому-то заплатить, чтобы нападавшие получили по заслугам. Двое неизвестных неславянской наружности начали их оскорблять, указывая на сережку в ухе брата. Неясно, как разглядели. И на нетрадиционную сексуальную ориентацию. Ребята это проигнорировали. Но это неизвестных не остановило. 21 век, говорите? Сережка у них об ориентации сигнализирует. Какому-то быдлану может просто показаться. Показаться, блин! Что ты похож на... Мы защищаем несовершеннолетних от этой опасной информации. И свой вечер ты закончишь в больнице. Да не, вы че, какие проблемы? Сплошные права. Там вон на западе... Младший брат госпитализирован с тремя переломами. Сломаны нижняя правая подглазница, боковая правая подглазница и правая носовая пазуха. Также многочисленные гематобы на лбу, отекший глаз. По словам врачей, есть отек сетчатки, что может привести к ее отслоению и последующей слепоте. Стоит ли говорить, что бравые товарищи из ВКшечки, естественно, решили, что парень сам во всем виноват? Сережка. Но о комментариях позже. Приблизительно через час в том же месте, по словам очевидцев, был задержан один из неизвестных, которые ломились в чью-то квартиру. Как оказалось позже, это был нападавший. Его опознали и брат, и его друзья. Заявление было написано с утра 13 июня. Сегодня, 14 июня, из следственного комитета позвонила женщина, Кадырова Александра Борисовна, и сказала, что его отпустят. А когда моего брата выпишут из больницы, и после его обследования возбудят новое уголовное дело. Нашему отцу она сказала следующее. Это будет долгий процесс, но если вы хотите по закону, то вы должны дать больше. Ээээ... Хм... Я сейчас мысли в кучку соберу. А вы пока сообщение от спонсора ролика посмотрите. Для многих людей вопрос поиска своего направления и своей профессии стоит очень остро. И здесь совершенно не важно, делаете вы первые самостоятельные шаги взрослой жизни, или у вас за спиной большой опыт. Менять, как и выбирать профессиональный путь, всегда страшно. Потому что очень сложно понять, подойдет ли, заинтересует ли, твое ли это. И найти ответы на все эти вопросы поможет образовательная платформа Skillbox, которая открывает 7 дней бесплатного доступа к онлайн-курсам и интенсивам. И да, бесплатно значит бесплатно. Ни сейчас, ни потом ничего платить не придется. Вы получите доступ к любому выбранному курсу на неделю. У вас есть уникальная возможность попробовать себя в новой востребованной профессии. В таких направлениях, как дизайн, дизайн среды, программирование, маркетинг, игры, управление мультимедиа. Что нужно сделать, чтобы получить бесплатный доступ? Не устану повторять это слово. Всегда сердце радуется. Бесплатный, бесплатный. Выберите интересный вам курс, заполните заявку и ждите письмо с приглашением в систему обучения Skillbox. Бесплатные модули являются частью полноценной программы. Еще одно хорошее слово. Они помогут вам понять, подходит ли вам направление, нравится ли преподаватели, как проходит обучение. Там есть профессия и UX дизайнер с нуля до про, и разработчик игр. Так что ссылка на бесплатные курсы от Skillbox будет ждать вас в описании. Переходите и проведите 7 дней с пользой. Вернемся к по закону. Это исключительно мое мнение, я его никому не навязываю. Более того, я искренне хочу ошибаться. Но сейчас мне кажется, что если на меня кто-то нападет на улице, потому что джинсы слишком узкие, цвет волос не тот, походка какая-то не такая. Или мало кто что увидит и оскорбится. Так вот, в такой ситуации я буду добиваться справедливости гораздо дольше, нежели если в каком-то моем ролике вдруг найдут призыв к чему-то несанкционированному. В пресс-службе Следственного комитета заявили, что один из подозреваемых в нападении на парня находится под подпиской о невыезде, а другого собираются отправить в СИЗО. Вопрос о деньгах за возбуждение дела в Следственном комитете комментировать не стали. Ммм, собираются. Простите, а что там у нас с Хованским? Я ни в коем случае не оправдываю омерзительную песню Юрия, да и сам он мне неприятен. Сама эстетика пивного философствования у меня вызывает отторжение. В общем-то, поэтому я его и не смотрю. Логично, о причинах своего отношения к алкоголю я уже рассказывал раньше. Но когда из-за песни, которой в обед 10 лет в квартиру врывается целый отряд, а что на танки не въехали? Потом фотографии квартиры опасного преступника становятся достоянием общественности? Ха-ха, глянь, сколько мусора. Что у нас там по защите личной информации? И при этом дела с избиением у нас должны решиться по закону с денежкой? Это вызывает вопросы. Это что за показательная порка? Нарушил закон? Пропагандирует опасные вещи? Отлично. Ну, на самом деле, ничего отличного. Вы где 10 лет были, раз преступника должна была целая толпа задерживать? Явно очень опасен. Что же вы ему до этого позволяли по улицам разгуливать? 10 лет. На этом канале мы уже не первый раз говорим о ситуации, когда на человека нападают. Нападают, понимаете? Ни песенки, ни репосты, ни картиночки ВКонтакте. Нападают. И чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки, родственникам приходится общественность просить об огласке. Может, у нас к тем, кто из-за сережки в ухе нападает, будет рот солдат домой приходить. Очередные настоящие мужики. Да, сегодня весь ролик сплошные кавычки. Свою мизогинию вымещают на посторонних людях. Вот так сюрприз. Да, понимаете, в нашем обществе, а мы, прошу заметить, все еще живем не в Америке, не в интернете, не в ролике Леши Шевцова. В сравнении с женщиной оскорбление. Если по каким-то параметрам парень напоминает девушку, ну, жди встречу с крутыми пацанами. А чем ты на бабу похож, вообще не важно. Увлечения не те, цвет волос, боль не с тем выражением лица переносишь. Сережка. Понимаете, когда у женщины сильный характер, ее с мужиком сравнивают. И про стальные шары говорят. Это может быть и подкол, и не факт, что любая женщина хочет услышать это в свой адрес. Но доля респекта здесь, безусловно, присутствует. А когда парня хотят задеть, ты что как, баба, женщина, девочка? Ну, все зависит от возраста и среды. И вот тут даже капли уважения нет. Именно поэтому у настоящих мужиков так бомбит не от целующихся девушек, хотя некоторых и это угнетает, а от не таких парней. Потому что сама мысль, что мужчина может тоже восприниматься как сексуальный объект, взрывает мозг. Не, так можно только к женщинам относиться. И самое веселое, по факту нифига не веселое, от такой борьбы за мужественность страдают совершенно левые люди, которые никакого отношения к радуге не имеют. Но вы думаете, это дно? Принял мальчика за девочку, что неудивительно смотря на нынешнее поколение молодежи. А щеглук будет уроком, что не серьги в уши надо пихать, а быть мужчиной, способным постоять за себя. Например, 16-летние парни 90-х 2000-х сами бы этих чертов отмудохали, а нынешние парни принцессками стали. А мальчиков и правда бабами воспитывают. Подумаешь, по роже получил. Сразу врача, в больницу, и сидит он там такой грустненький. Аж противно. Надо повырывать им все серьги, смыть крашеные ногти и остричь крашеные волосы. И тогда они не будут привлекать внимания. Взрослые дядьки напали на подростка, но проблема в том, что парни принцессками растут. Опять, видите, на девушек похоже. Правда, вот из ролика с места событий становится понятно, что пострадавший как раз таки активно защищался. Но камон, он же к врачу обратился и сидит вообще такой грустненький. Но это же просто какие-то непонятные люди, неизвестно откуда приехали. Вот и напали. Воспитанному взрослому человеку все равно, кто как выглядит. Точно! Значит, Черепахов Роман Васильевич. Вот тут у нас совсем неоднозначно. То есть у вас защита была хорошая? Где он у меня? Вот он. Да. Вот твои зеленые волосы все портили. Да уж, тут точно неоднозначно. Если зеленые волосы портят для вас диплом, по факту научную работу, вам нужно серьезно задуматься о своей педагогической квалификации. Почему? Когда получается, хорошо. Почему? А потому что внешний вид. А у меня вся другая одежда в другом городе я переехал только. Ну так вот. Я бы была в рубашке, я бы одежда не шла. Вот, 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 вот. Пришел как на диспетеку. И волосы? Да. И одежда не шла. И ваша жена не принесла. И диплом от этого стал хуже. А вообще меня умиляет, с каким удовольствием дама в красном впитывает в себя эту ситуацию. Вот она. Власть. И ваши эти. Да, конечно, эти до добра не доведут. Там избили, тут оценку снизили. Ситуации, конечно, разные, но по факту недалеко друг от друга ушли. Кстати, и там, и там стоило предать ситуацию огласке, все сразу же зашевелились. Даже пятерку поставили. Какой можно сделать вывод? Всем наплевать на чужой внешний вид. Никто никому из-за намеков на не тот свет в спектре мы защищаем несовершеннолетних от этой опасной информации. Не пристает? Не, не то. А, всегда держите при себе камеру. Тогда, может быть, и справедливости добьетесь. Зря, что ли, по телевизору в 90-е твердили. Я всегда с собой беру видеокамеру. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Потому что есть Сережка У тебя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok